Действительно узкий круг олигархов, приближенных к Виктору Януковичу, знал о том, что мы не идем в Европу за несколько дней до 21 числа. Это произошло в Киеве. И когда происходил застольный разговор, он как бы вскользь сказал о том, что мы в Европу не идем. Это был такой шок абсолютно у всех присутствующих. Никто не мог понять почему, что и как. Но поскольку формат не позволял и люди, видимо, посчитали некорректным задавать президенту вопросы, как и что случилось, этот вопрос повис в воздухе. Я задавала потом вопрос нескольким из тех, кто присутствовал на этой встрече, как он аргументировал, почему мы не идем в Европу. Все сказали, что его единственным аргументом была экономика и, собственно, все, что с этим сопряжено. Что это были те же самые аргументы, которые позже он не один раз озвучивал в прессе, о том, что наша экономика этого не выдержит. Он не дал никакого инсайда, люди остались, он уехал вскоре после, то есть он приехал на какое-то время, посидел за столом, поздравил менинника и уехал. И люди остались, уже обсуждали в том числе это между собой, но тогда внятного ответа на то, почему, не было. Они встречались достаточно часто, практически каждые 2-3 недели. Было много тайных встреч. Одна из них проходила под Москвой, на территории, которую можно назвать военной базой, закрытая территория. И один из таких разговоров происходил в помещении, полностью изолированном от внешнего мира, во избежание прослушки. Именно после этой встречи Виктор Янукович начал вести себя аллогично. То есть все тогда удивлялись, почему мы не идем в Европу. Было же понятно, что мы получим экономическую поддержку, что он точно гарантирует себе второй срок, что он укрепит свои позиции внутри страны. То есть была масса бонусов, которые он почему-то игнорировал. И когда мы не подписали соглашение в Вильнюсе, никаких плюсов он не получил. Значит, вывод один. Было что-то, известное только ему, что он считал достаточным аргументом в пользу отказа от евроинтеграции. Что это, еще раз повторяю, я уверена, что знает только он и Путик. Никто этого не знает. Вот я тебя читал, ты как бы предполагала, что это могло быть, скажем так, весническое устранение. То есть Янукович приехал испуганным. Он и приехал испуганным, но я не говорила о физическом устранении. Он был, он был, он вел себя, еще раз говорю, он вел себя аллогично. Человек, который ведет себя аллогично, рано или поздно начнет совершать ошибки, что, собственно, и произошло. Он всегда, если возникала подобная ситуация, делегировал это своим подчиненным. А логично в его окружении было достаточно людей, желавших выслужиться и организовать для шефа что угодно. Но даже подчиненным он не говорил, там, сделайте то-то и то-то. Он предпочитал вести себя так, чтобы, я сейчас использую такую странную форму речи, но тем не менее она исчерпывающе характеризует ситуацию. Он вел себя так, чтобы подчиненные угадывали его хотелки. То есть его раздражал Майдан, его напрягал Майдан, и он бы хотел, чтобы Майдан куда-то делся. Он не хотел знать как, он не хотел сам к этому приобщаться, вот чтобы просто Майдана не стало. А как это уже вопрос техники? Ну, в общем, так и произошло. Пока шефа не было, готовили разгон студенческого Майдана. Мы тут вот подробно, если можно, кто готовил, какие были были влияния, какие были сценарии, или сценарий был, собственно говоря, реактивный. Значит, очень важно понимать, что разгон действительно готовился планово. Что-то не было случайно. В центре Киева почти две недели, чуть меньше, происходили какие-то протестные волны. Мы этого не помним, но это легко перепроверить. Разгон Майдана происходил под студенческого, под точно такому сценарию, как три года до этого, на этом же месте, в это же время, под тем же предлогом установки новогодней елки, была зачистка Майдана предпринимательского. Многие соратники считают, что он хоть просто расслабился. Это практически дословная цитата, что у него не было дальше стимула управлять какую-то активную позицию. Потому что он считал, что на 2015 год у него уже в кармане. Близкие к Януковичу люди вспоминают 2005 год. Разговоры с Януковичем в ту пору. И тогда он говорил, я хочу всем доказать, что победа отобрана у меня незаконно. Я хочу сделать то-то, то-то, то-то. То есть он очень активно вел себя в политике. И после того, как он в 2005 году вернулся в страну, мы помним, что в 2006 партия регионов взяла колоссальный результат на парламентских выборах. После этого, в общем-то, Виктор Янукович возродился из пепла. Он хотел этого. А в 2012 он уже наслаждался жизнью. У него было время для наслаждения, у него было межигорье. Все говорят о том, что для него это действительно было значимо, что он жил этим. И все остальное, по воспоминаниям некоторых губернаторов. Простой пример, до 2012 года. Например, в 2010-м собирает Янукович губернаторов. Устраивает разнос, ставит задачи и требует через неделю отчет. Через неделю губернатор или губернатор, в зависимости от того, в каком речь, приезжает к Виктору Януковичу с тупкой материалов и докладывает о выполнении поставленных задач. Виктор Янукович на вылет без всяких шпаргалок задает наводящие вопросы, что-то уточняет. То есть он был в курсе материала и следил за всем происходящим. После 2012 года те же самые губернаторы, приезжая к нему на доклад, часто уже в Межигорье, понимали, что он вообще забыл о том, что он кому-то давал какие-то поручения, о том, что это важно, он не знает деталей, ему это неинтересно. Он начинает рассказывать про охоту, о том, что у него происходит в Межигорье, о клюшках для гольфа. То есть говорится о чем угодно, кроме дела. Ну, в общем, некоторые люди после таких вот нескольких раз просто перестали к нему ездить, докладывать. То есть там поручения как бы записывали, говорили да-да-да, но понимали, что отчитываться уже просто нет никакого смысла. И их не одергивали за это. Вот. Поэтому у него была теплая ванна, в которой он очень комфортно себя чувствовал. Лично я склонна полагать, что это возможно только в том случае, если человек сам этого хочет. То есть все разговоры о том, что ему близкий круг создал комфортные условия, не вполне, на мой взгляд, адекватны. Поскольку если человек не хочет, чтобы ему были созданы комфортные условия, если он не хочет пребывать в информационном вакууме, он не будет пребывать в информационном вакууме. По утрам Виктор Янукович любил читать комсомольскую правду. И потом переспрашивать у своих помощников, а что там у Галкина с Пугачевой. То есть он не мониторил интернет, он не читал деловые издания, он не смотрел, то есть может быть там и читал, но в дни государственных праздников, да. Каждый день он читал комсомольскую правду, и его интересовала личная жизнь звезд. Ну то есть о чем мы можем говорить. Это посвидетельствует тех людей, которые с ним работали непосредственно. То есть он расслабился. Естественно, это отразилось на общей политике. Мы помним, что команда «семьи» так называемой значительно усилила свои позиции, опять-таки после выборов 2012 года. Были колоссальные конфликты, например, Сергея Арбузова с фракцией партии регионов, но Виктор Янукович, если раньше он сам достаточно часто коммуницировал с фракцией, или там через Клюева, или иногда даже сам, то в последнее время этого не было. Бурные заседания фракции начали происходить уже когда стало понятно, что происходит что-то не то. Такие заседания были в декабре, такое заседание было в январе, когда фракция пошутнулась, он очень вынужден был лично приехать в парламент для того, чтобы их перепрошить. Но все народные депутаты от партии регионов в большинстве сом тогда возмущались, как можно было поставить ответственным за коммуникацию Арбузова, который вообще ни с кем не коммуницировал, ни с кем не общался, никого не хотел слышать и видеть, и было себя, мягко говоря, неадекватно. То есть как бы вот это равнодушие, я бы сказала, по отношению к происходящему вокруг него, сказалось даже на климате внутри партии региона. То есть там зрел внутренний бунт, бунт не бунт, но недовольство. Потом группа семья, естественно, очень активно и агрессивно себя вела. По сути, кроме семьи, на крупных бизнес-потоках никого и не осталось в последние годы. Более того, семья умудрилась отжать даже тех, кто раньше на этих бизнес-потоках сидел. Я сейчас не буду называть фамилии, но думаю, понятно, что я говорю о друзьях президента, которые были ему друзьями еще до всех этих событий. И, в общем-то, были с ними общие бизнес-проекты. Если мы посмотрим, ряд таких людей, где-то начиная с 2012 года, просто отошли в сторону. И мы не наблюдали их возле Виктора Януковича в последние несколько лет. То есть просто не было. Они сами отошли в сторону. Все пространство вокруг отца занял Саша. Он курировал лично безопасность Виктора Януковича. Он лично следил за всем, что с этим связано. В Кабмине, как мы помним, после отставки Азарова образовалось пустое кресло премьерское. И вот тогда началось самое интересное. Потому что Виктор Янукович выбирал между несколькими вариантами кандидатур на премьер-министр. Сергей Арбузов очень хотел стать премьером. Он был уверен, что у него для этого есть все возможности, все шансы. Очень хотел стать премьером Андрей Клюев. И до последнего думал, что так и произойдет. Это говоря о том, что происходило в близком окружении. Один очень близкий Януковичу... Нет, это говорить не надо, я по-другому это скажу. Что 15-го числа, 15-го февраля Виктор Янукович принял решение, что премьером должен стать Тегибко. Премьером должен был стать Тегибко. Он об этом сообщил очень узкому кругу из нескольких человек. Я, честно говоря, даже не знаю, знал ли об этом сам Тегибко. Честно. Поскольку 18-го числа, февраля, бойня началась после того, как не открылась парламентская сессия, на которой должны были быть проголосованы изменения в Конституцию. Прошу прощения, возвращение к старой Конституции. И на которой ожидалось, что будет рассмотрена кандидатура нового премьер-министра. 18-го числа перед заседанием парламента было заседание фракции партии регионов. Все ожидали, что будет представлен новый премьер. Этого не произошло. Под конец заседания фракции приехал Клюев. И когда у него спросили о премьере, он сказал, честно, я не знаю. Ну, наверное, кто-то будет. Но это уже как бы февральские события. Но смысл в том, что конкуренция внутри шла огромная за то, чтобы возглавить Кабмин.